Всем привет! Как всегда, не без приключений, Юбисофт запустили нового оперативника на ТТС. И с горем пополам получилось его протестировать лично. И к моему удивлению, казалось бы, такой интересной способности рассказать-то мне вам и нечего. Обычно при написании таких видео приходят идеи, а вот можно так сделать, а вот можно эдак. Гримм же в этом плане очень приземленный оперативник, несмотря на довольно сильную способность. Во всяком случае, по первым впечатлениям. Но обо всем по порядку, и начнем, наверное, с вооружения. Штурмовая винтовка команда далеко не самый выдающийся ствол в игре и дробовик французов. Наборчик, если честно, так себе. Хоть и даже в этом скудном арсенале и даже без кратников команда выглядит куда более перспективнее дробовика в основном слоте. Но в то же время дробовик является большим вспомогательным инструментом для гаджета. Поэтому почти сразу меня посетила мысль о том, что Гримму катастрофически не хватает дробовика в дополнительном слоте, как у того же Шакала, к примеру. И что-то мне подсказывает, что в дальнейшем ему его добавят через пару годиков, пока до Юбисофт дойдет. Несомненно, большой плюс для Гримма, что он трехскоростной оперативник. Игроки все же чаще всего предпочитают именно маневренных. Но есть одно маленькое но. Как и в случае Софии и Эш, во время того, когда вы используете лаунчер, вы полностью беззащитны. Что же из себя представляет способность Гримма? Лаунчер выпускает капсулы, наполненные биботами, которые подсвечивают врагов. После того, как капсула приземлилась на землю независимо от того, выстрелили ли вы сразу на пол или потолок, она всегда будет падать на землю и выпускать Рой, который работает автономно в течение 10 секунд. После чего они падают тоже на землю и освобождают проход. Если же за это время в облаке окажется противник, он начнет подсвечиваться для всех оперативников атаки, а не только для Гримма. Пока враг находится в зоне его действия, он подсвечивается в реальном времени. После того, как покидает облако, начинает пинговаться с промежутком во времени по аналогии с Шакалом в течение 10 секунд. Примерно по вам пройдет 2-3 пинга. Сама капсула почти сразу распадается после того, как выпустит пчел. Она пуля непробиваемая, что в коконе, что после того, как выпадет из него. Единственное, что ее можно успеть уничтожить взрывом, например, от импакт гранаты. Также капсулу без проблем уничтожают Соги-Егери. И поскольку Гримм имеет 5 зарядов, то его гаджет в принципе можно довольно неплохо практиковать для разрядки чего-либо. Будет и Соги, сетка Аруни или же магнетки Вамая. Магнетки, кстати, как и в случае с Колесом Сенса, не уничтожают гаджет, а лишь перенаправляют зону его действия на то место, в которое она его притянула. Также гаджет уничтожается об электричество, ну и естественно джаммером Юта, куда же без них. Если вы попали в зону действия джаммера, капсула не раскроется и будет лежать до тех пор, пока ее не взорвут, либо же не уничтожит сам джаммер. Но если вы уже попали под действие пчел, то без труда можете забежать в джаммер и дроны сразу от вас отстанут, по аналогии со звонком Докеби. Кавейра под своей способностью трекается пчелами, как и любой оперативник защиты. Любой, кроме Виджела. Виджел, зайдя под своей скрытностью, получает только одну отметку в самом облаке. После он может перемещаться по карте без подсветки столько, насколько хватит его заряда. И тут, кстати, работает фишка, как у Кавейра против Шакала, когда Виджел не постоянно тратит заряд гаджета, а включает его лишь в момент непосредственно перед тем, как на него упадет метка. Bulletproof камера, если успеть выстрелить Эми зарядом, отключит капсулу грима, но только на время. Ее КД не хватает для того, чтобы постоянно держать в отключении. Да и вообще отключить получается только если прилипла к полу, а если капсула выпадает с потолка или стены, уже отключить ее не успеваем. Короче, по факту, как бы контр, но очень маловероятно, что вы подобное провернете в бою. И, кстати, камеры Маэстро капсулу тоже уничтожать не могут. И, по сути, это все контр-пики, которые есть против грима. Ну или, во всяком случае, которые я нашел. О чем я хочу вас предупредить? Зато малое время, пока мне удалось на нем поиграть, я нашел три бага. Уж не знаю, в каком виде он дойдет до релиза, но думаю, что со всеми тремя и перекочует. Первое. Один раз при контакте с противником боты стриггерились на врага, но не показывали отметки вообще. Второе. При контакте с противником боты стриггерились на врага, но показывали отметки только для меня, а мой тиммейт их не видел. Но потом выяснилось, что тиммейт в этом раунде вообще не видел отметок даже желтых. Третье. Что после того, когда вы подряд стреляете несколькими зарядами, к примеру, тремя или четырьмя, прям подряд, лаунчер грима берет и сам еще раз выпускает еще один дополнительный. Я бы, конечно, мог бы подумать, что у меня ЛКМ залипает, но вроде это происходит только с ним, да и на кликере я мышку проверил, проблем никаких не выявил. В любом случае, просто держите это в голове до релиза. С кем можно использовать данного оперативника? Как я уже говорил, он довольно неплох, как и Зеро, разряжает соги и магнетки. Особенно это полезно на пропилах какого-либо вида. Жалко у Маврика ХАЕ убрали. С ним он довольно неплохо сочетается, прокидываете в пропиленную дырку и видите все передвижения триковающего бандита. Естественно, не прокатит с мьютом. Он неплохо сочетается с дымами или способностью сенса. Но опять же и в первом и во втором случае вам постоянно нужно скипать между оружием и лаунчером. И я не знаю, насколько это вообще безопасно. Но как вариант мне показался довольно играбельным. Насчет дробовика во второстепенном слоте. Его гаджет пролетает между балок потолка и можно играть в вертикалку, отсекая противников снизу. Ну или просто делать дыры в софтах и прокидывать туда капсулу, не подставляясь под прямой огонь противника. Еще мне очень понравилось, что действие роя 10 секунд. Этого времени хватает ровно, чтобы отрезать проход к пленту, на который вы зашли, и поставить деактиватор на установку, которого уходит 7 секунд. Если же вас начнут пушить, вы сможете узнать по индикатору, что защитник залетел к вам в комнату и отменить установку. По мне это очень классная фишка в ситуациях один на один, когда начинаются вот эти пляски с байтом на установку и отмену деактиватора. Ну и то же самое после установки плента, работает по аналогии с лайном, когда вам нужно бежать, но вы подсветитесь, если шагнете вперед. Гаджет выглядит неплохо, на вооружении что-то прям совсем не нравится, но это опять же лично. Я же жду ваших впечатлений в комментариях. И не забывайте заглядывать ко мне на стримы и поддерживать контент на странице Boosty. Все ссылочки как всегда в описании, скоро увидимся, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok